В РСТ поступило еще три заявки от претендентов на должность главы фонда капремонта края. Их рассмотрят 10 апреля. Новым министром культуры края стал Вячеслав Торчинский. Ведение его ведомства все же отдали и туристическую отрасль. В Балкарии прогнозирует рост мирового калийного рынка до 68 миллионов тонн. Компания отразила прогнозы в своей годовой отчетности. Новости на РБК Перем, студия Рустам Багизов. Здравствуйте. На должность руководителя фонда капремонта края поступили заявки еще от трех кандидатов. Их рассмотрение запланировано на 10 апреля, сообщили телеканалы РБК о региональной службе по тарифам. Кандидатами стали директор по развитию одного из застройщиков Перемии Алексея Асанов, директора ООО «Контора» Ромир Емилов из Сарапула и заместитель генерального директора фонда капремонта при Каме Натальи Киселева. Ранее первый этап конкурса был отменен по требованию прокуратуры из-за жалобы от одного из потенциальных участников. Ну и ранее телеканал РБК стало известно, что в рамках второго тура необходимое количество баллов не удалось набрать действующему главе фонда Дмитрию Баранову, а также еще одному кандидату на должность руководителю управляющей компании ФИМИДа Станислава Зимину. Еще один претендент на должность, Николай Вторушин, на тестирование не явился. Александр Головачев, еще один кандидат, отмечал телеканала, что он тест прошел успешно. В РСТ заявляли, что те, кто уже принял участие в объявленном ранее конкурсе и прошел на второй этап, смогут повторно не подавать документы и автоматически могут считаться соискателями должности. Успешно сдавший тест также автоматически проходит на третий этап, ну а те, кто его провалил, не смогут участвовать повторно. Вячеслав Торчинский стал новым министром культуры края. О назначении сегодня объявил губернатор на заседании правительства Пермского края. До этого господин Торчинский занимал пост замглавы администрации Перми. Бывшая теперь министра культуры Галина Кокаулина вернулась на пост директора Пермской филармонии. Инициатива об этом исходила от нее самой. Одновременно с назначением на должность министра Вячеслава Торчинского сегодня губернатор объявил о том, что полномочия по туризму переданы в подчинение Министерства культуры. По словам губернатора, с развитием туризма как раз лучше справится новый министр. До этого с 2013-го развитием отрасли занималось краевое Минспорта. В январе этого года отрасль оставляли в ведении министра Глызина. В 2014 году была принята региональная программа по развитию туризма. До 2016 года разработан проект Перми. Великая, но привлечь федеральное финансирование на строительство объектов не удалось. Летом 2017 года краевые власти вернулись к вопросу обратной передачи полномочий за невысокой оценки эффективности работы в этом направлении Минспорта. Эксперты РБК отмечают, что новое решение может дать импульс развитию отрасли. В первом с КТПП уже обсуждали идею по внедрению нескольких кейсов в сфере культуры для развития туризма. Тем более, что ряд успешных проектов в регионе уже есть, но спрос нарастает еще быстрее. отрасли с возможным привлечением федеральных средств до 700 миллионов рублей. Но тогда же была озвучена идея передать отрасли Министерству экономического развития, так как туризм – отрасль экономики. Эксперты РБК также отмечали, что независимо от ведомственной принадлежности, главной задачей остается налаживание и взаимодействие всех участников. Выручка Уралкалия по итогам прошлого года увеличилась на 21%. По сравнению с 16-м и составила 2 миллиарда 760 миллионов долларов. Компания на своем официальном сайте опубликовала результаты по международным стандартам. Ключевые финпоказатели предприятия продемонстрировали положительную динамику. Чистая выручка увеличилась на 18% по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составила 2 миллиарда 183 миллиона долларов. До налоговой прибыль также выросла по сравнению с 2016 годом плюс 13%. Чистая прибыль предприятия в 2017 году составила в итоге 875 миллионов долларов. Объем экспорта увеличился на 16% и составил почти 11 миллионов тонн. По словам генерального директора Уралкалия Дмитрия Осипова, на рост объемов выручки и производства повлияло восстановление мирового калийного рынка в прошлом году. Кроме того, эксперты прогнозируют сохранение позитивного тренда в отрасли и в 2018 году. По оценке генерального директора Уралкалии трейдинг Александра Терлецкого мировой спрос на калийное удобрение сохранится на высоком уровне и может составить от 67 до 68 миллионов тонн. Основными факторами высокого спроса будут благоприятная экономика импортеров, а также приемлемая рентабельность и растущие потребности сельского хозяйства. Ну и по прогнозам цена будущего долгосрочного контракта Уралкалия с китайским переговорным консульциумом может показать двузначный рост в процентном выражении по отношению к цене прошлого года. Ну и кратко о другом крупном предприятии региона НПО Искра, а также отчиталась по итогам года. Из отчета следует, что прибыль компании в 2017 году сократилась в 7 раз. В прошлом году она была на уровне 45 миллионов, в этом уже менее 6. Урочка компании, как и годом ранее, превысила 5 миллиардов рублей. В течение прошлого месяца НПО Искра на своей базе проводила несколько крупных мероприятий по демонстрации цехов, а также продукции пермских промышленников. В частности, на заводе побывали представители Лукоила и Газпрома. В арбитражный суд Пермского края поступил иск о взыскании долга с нескольких компаний холдинга Камская долина. На этот раз из ЦОМ выступает профессиональный инвестиционный банк. Он пытается взыскать задолженность в размере 9,5 миллионов рублей с компанией КД Групп, КД Девелопмент, Камская долина и Аклеон. Это уже пятое обращение организации с сентября прошлого года, добавляет издание бизнес-класс. Претензии касались долгов по кредитам. Нески на сумму почти 20 и 400 миллионов удовлетворены судом полностью. А 2 миллиона принят к производству. Один оставлен без движения, ну а дата рассмотрения нового иска еще не назначена. Пока это все новости. Оставайтесь на РБК и до встречи. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Редактор субтитров А.Семкин